Визит Юрия Шпигальских Подарки в канун Нового года получили именинники, чей день рождения пришелся на вторую половину уходящего года. Ребятам постарше достались косметические наборы, малышам игрушки и, конечно, для всех праздничное чаепитие. Подарки для детей на личные средства подготовили депутаты фракции «Единая Россия». Шефство над Абазинским детским домом они взяли несколько лет назад. К детям приезжают не только в канун праздников. В течение года они помогают решить самые разные вопросы и проблемы, которых у детского дома достаточно. Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию в целом по этому учреждению. Мы выделяли в течение прошлого года, 2013 года, серьезные ресурсы на обустройство. Мы покупаем вещи, связанные с мебель, обновляем. Этому уделяется большое внимание. Сейчас вопрос стоит о ограждении. Об этом они уже давно говорят. Мы ресурсы выделяли. К сожалению, они тут всего разных причин не освоили. Сейчас к этой теме будем возвращаться заново. Когда ребята взрослеют и покидают стены родного детского дома, опекунство и внимание со стороны Верховного Совета не прекращается. Депутаты знают историю и судьбу практически каждого ребенка и по возможности стараются помочь при дальнейшем поступлении. Есть ребята, на которых мы обращаем внимание, и сегодня я беседовал, они уже знают. Есть такое понятие «школа Олимпийского резерва» и талантливые спортсмены. Мы создаем условия, они по сути дела получают. Там уже специальность. Либо он профессиональный игрок, или спортсмен профессиональный, либо будущий тренер. Вот такие условия тоже создаются. В центре внимания Юрия Шпигальских не только детский дом. Вместе со своими помощниками в Абазе Юрий Александрович проводит личные приемы граждан и встречается с местными общественными организациями. В городе бывает Юрий Александрович не только на каких-то официальных приемах. То есть мы посещаем различные предприятия, учреждения, встречаемся с общественными организациями. Предыдущая встреча, например, была женским советом. До этого встречались с обществом инвалидов, с советом ветеранов. То есть человек владеет ситуацией в городе и знает практически все, что происходит здесь. У кого какие проблемы, у кого какие радости, он все это знает. Особый город, особая территория связана, безусловно, с удаленностью. Связана с тем, что, к сожалению, практически ежегодно у них возникают проблемы с паводком. Вот прошлый паводок, вы знаете, очень серьезный был. До этого были такие подобные события, поэтому здесь вот дремать никому не дают. Обстановка такова. Ну и сам по себе народ, я считаю, что он как одна семья был достаточно дружный. Поэтому вот абаза именно такая. В следующем году активная работа депутатов фракции «Единая Россия» на территории абазы будет продолжена. В числе первых планируется решить вопрос с автобусом для местных школьников. Здесь рядом школа, и мы только что, буквально неделю назад, тему изучали. Думаю, что в условиях следующего года будет принято решение. Городской школе, подчеркиваю, не сельской, городской, будет выделен автобус, приобретен за счет республиканских ресурсов, для того, чтобы часть детей возить на другую сторону, скажем так, в более хорошие условия для обучения, для занятия спортом. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.